МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концерты и спектакли на самых известных площадках Северной столицы. В Санкт-Петербурге завершились Дни Донской культуры. На Дону продолжаются референдумы для жителей ЛДНР, Херсонска и Запорожской областей. Члены комиссии приходят в пункты временного размещения, чтобы все желающие смогли выразить свою позицию. На местах также работают международные наблюдатели. О том, как проходит голосование, в сюжете моих коллег. Нескончаемый поток людей. На глазах слезы, в горле ком, страха нет. В руках каждый несет бюллетень с галочкой напротив «Да». Все жители Донецкой и Луганской республик, находящиеся в Донском регионе, принимают участие в референдуме о присоединении к России. Вот я сейчас говорю, у меня просто мурашки по коже бегут. Я знаю, что я сегодня приеду в Донецк, опять приеду в обстрелы. Но у меня в душе такая огромная надежда, что я сейчас заплачу, что это скоро все закончится. Жители Донбасса долго ждали этого дня, потому что он и есть своего рода День Победы для тех, кто еще в 2014 году вышел на улицы и мечтал о простой мирной жизни. Люди уверены, что в составе России вернуть покой в их дома будет куда быстрее. Очень долго ждали. Слезы на глазах, эмоции захлестывают. Скажите, вы рады? Конечно, рады. Но как иначе? Наш народ натерпелся. Давно вычитали об этом моменте, вот сейчас проголосовали. Голосую за будущее своих внуков. Я даже когда увидела этот триколор, мне как-то не по себе. Я советский человек, я жила при России. И сейчас, конечно, этого очень не хочу. Наталья Викторовна находится в России с февраля этого года. Уезжала под обстрелами, с собой ничего взять не успела. Здесь, на территории Ростовской области, ее встретили тепло, о ней позаботились. О том, что было, вспоминает со слезами на глазах. Там страшно происходит. Даже рассказывать больно. Сильно стреляют. Много очень погибает. За ходом голосования следят международные эксперты. Либертат Веласко, наблюдатель из Венесуэлы, услышала историю, после которой не смогла сдержать своих эмоций. Я здесь увидела уникальную вещь, которую не видела никогда в жизни. Возле избирательной урны стояла женщина перед камерами и с гордостью показывала свой заполненный бюллетень, прежде чем его опустить. И когда она закончила давать интервью, она прошла мимо меня с улыбкой и сказала, там меня расстреляют. Референдум проходит без нарушений. Организация, как отмечают наблюдатели, на высшем уровне. Я наблюдаю открытый процесс. Процесс прозрачен. Люди приходят, изъявляют свою волю, нацелены на мирное урегулирование. Голосование организовано достаточно комфортно. Я общался со многими голосующими. Они все за Россию. Голосование проходит с 23 по 27 сентября. Президент Владимир Путин заявил о готовности поддержать любое решение, которое примут жители Донбасса. Дарья Лисицкая, Дмитрий Дерещук, Дон-24, Ростов-на-Дону. Референдум о присоединении к России прошел и в Донской столице. В пункте временного размещения для беженцев на базе отеля «Аэлита». Здесь проживает 163 человека, в том числе почти 70 детей. Для каждого из них это событие, особенно и долгожданное. Очень переживаем. Мы долго ждали этого дня. Это не только для моей семьи и для близких. Это, по-моему, для всего территории ДНР, ЛНР и Украины. Важный день. Мы ждем только хорошего. Ждем мира и хотим очень-очень домой. Хотелось бы, чтобы не зря все, что происходило, потери близких, друзей, военнослужащих, ребята. Чтобы не зря это все было. Мы хотим быть в России. За ходом голосования следили международные наблюдатели. Они специально прибыли в Россию, чтобы убедиться, процесс происходит мирно и по воле самого народа. Мы здесь в том числе для того, чтобы узнать у людей, которые по нашей информации переживали и были под бомбардировками. И сегодня, по идее, голосуют за свою безопасность, за новое будущее. Мы хотели узнать, это действительно так, и нам это подтвердили. Также голосование прошло в пункте временного размещения в Неклиновском районе. Мы за это боролись, мы через многое прошли, многое натерпелись, насрадались, много людей за это погибло и не дожили до этого дня. Но я очень рада, очень счастлива, потому что я очень надеюсь, что с приходом, с присоединением нас к России все наконец-то закончится. Мы сможем жить мирной жизнью и не бояться больше обстрелов. Напомню, референдумы будут проходить до 27 сентября включительно. Материальная поддержка беременных, пособия по уходу за детьми, выплаты на первого и третьего ребенка. О том, чтобы объединить все льготы в один документ, говорили на заседании депутаты ЗАГС Собрания Ростовской области. Планируется, что для получения универсального пособия не нужно будет собирать дополнительных справок. Достаточно подать одно заявление в электронном формате через портал госуслуги или через МФЦ и фонд пенсионного социального страхования. Это пособие, которое будет выплачиваться детям, семьям с детьми от беременности мамы, от рождения ребенка и до 17-летия. И необходимо будет подать одно всего заявление без сбора различных справок, которое будет сопровождать этого ребенка все оставшееся время. Также данские депутаты предложили разработать федеральный закон о многодетных семьях. На год раньше срока готовится сдать в эксплуатацию дорогу в хуторе Толоверов в Кашарском районе. Кап-ремонт тут начали в апреле и уже в октябре объект будет готов на все 100%. Но уже сейчас этот 10-километровый участок делает путь жителей отдаленных районов комфортнее и безопаснее. Кап-ремонт 10-километрового участка межмуниципальной дороги в хуторе Толоверов сдадут в эксплуатацию на год раньше срока. Работы выполнены больше, чем на 95%. Закончить их полностью планируют уже в конце этого месяца. Остались выполнить работы по освещению, по монтажу крошлейнов и светильников. Остальные виды работы по дорожной одежде, по водопропускным трубам выполнены на 100%. Во-первых, позволила нам правильная организация работ труда, полностью круглосуточный режим работы, то есть и в дневное, и в ночное время суток. Мощность заводов асфальтобетонных позволяет выполнить данные виды работы в сжатые сроки. Опередить график помогло достойное финансирование. На капремонт этой дороги потратили больше 530 миллионов рублей. Готовность оценил замгубернатора Владимир Окунев. Если говорить о наращивании объемов в цифрах, то в прошлом году отремонтировали около 700 километров дорог, а в этом году на сотню больше. Продолжается большое строительство дороги возле Усть-Мечетки. Когда объекты сдадут в эксплуатацию, передвигаться на транспорте жителям отдаленных районов станет комфортнее и безопаснее. Елена Ребжанова, Алексей Власов, Дон-24, Кашарский район. Санкт-Петербург на несколько дней стал немного на Дону и наполнился нашим колоритом. Дни культуры Ростовской области прошли на берегах Невы. Помимо просветительской цели, привлекали и будущих туристов. Побывал в северной столице и мой коллега Александр Кучиц. Мероприятия, приуроченные к 85-летнему юбилею Ростовской области, продолжаются и не только на Донской земле, а теперь еще и в городе Неве. Мы находимся в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, где открываются Дни культуры Ростовской области. Три дня спектаклей, концертов народной, симфонической музыки, а также музейной экспозиции для жителей и гостей северной столицы. Церемония открытия прошла в одном из главных центров музыкального искусства России, на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Участников и гостей приветствовали Василий Голубев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава Донского региона отметил, что сохранение культурного наследия – одна из основ развития как государства, так и его субъектов. Мы хотели бы, чтобы все жители нашей северной столицы, всеми любимого города Санкт-Петербурга увидели культуру Донского края, культуру казачества. То, что мы сегодня доносим прежде всего до всех жителей не только Ростовской области и многих-многих регионов нашей России. Стартовали Дни культуры Ростовской области с яркого концерта Государственного академического ансамбля «Песни и пляски донских казаков» имени Анатолия Квасова. Спектакли Ростовского театра драмы имени Максима Горького и постановки музыкального театра жителей Санкт-Петербурга смогли увидеть на сценах Мариинки и Балтийского дома. Ростовская область сегодня с высокой делегацией принесла подарки городу нашему. Это и казачий хор, и это прекрасные спектакли, которые сегодня с удовольствием посмотрели, уже посмотрели жители нашего города. Красочные концертные номера, вокал, хореография и донской колорит может и смотрелись довольно контрастно со степенным и торжественным залом капеллы. Но это, казалось, придавало артистам еще больше задора и не позволило оставить равнодушной взыскательную публику с северной столицы. На самом деле я давно хотела попасть и послушать именно казачий хор, и вот наконец-то мне удалось, поэтому да, по вкусу. Настолько вот впечатлил меня первое отделение этого концерта, что меня просто переполняют эмоции, мне нечего сказать. Я очень люблю казаков, и данских, и терских, и кубанских, что я горд, что в Петербурге такие выступления проходят. Совершенно потрясающее впечатление. Мне очень захотелось поехать в Ростовскую область, потому что настолько передают культуру, настолько передают вообще эмоции. И какие-то, ой, ну в общем, слов нет, одни эмоции. Делегации музеев сумели в сжатой форме продемонстрировать жителям Санкт-Петербурга культурное наследие Ростовской области. Цель не только просветительская. Есть задача привлечь жителей города Петра в качестве туристов, чтобы они уже на месте познакомились с богатствами нашего региона. Александр Кучица, Алексей Покатило, Дон-24, Санкт-Петербург. В ростовском зоопарке построят вольер и бассейн для крокодила Люцифера. По данным сайта госзакупок, новое пространство обустроят за 10,5 миллионов рублей. Подрядчик должен провести работы по установке оград, забора и защитных перил нового жилища. Завершить строительство планируют до 31 декабря этого года. Сейчас Люцифер обитает в небольшом помещении зоопарка. И рептилии уже 40 лет. И за два десятилетия он стал отцом многочисленных крокодилов, населяющих террариумы в разных городах России. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрыникова. Следующий выпуск в 17.00. До встречи. Одежда ведущей предоставлена магазином Дресс-код. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова